Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! Сегодня мы с вами поговорим о композиции, так называемой поэзии сянцы. Я надеюсь, что эншпильные задачи, которые мы рассмотрим в данном уроке, принесут вам удовольствие от того, что происходит на доске. И первая задача, которая перед вашими глазами называется – ступать по снегу, чтобы найти сливы. В быту ее просто называют игра в футбол или дриблинг. Посмотрите, как конь-пешка и король красных переигрывают целую толпу черных фигур. Шах. Король вынужден опуститься. Ход на крышу ведет к немедленному мату. Еще один шах. Пешка идет на дно, объявляя шах, чтобы впоследствии не мешать своему коню. Двойная угроза мата. Черные вынуждены реагировать. И они защищаются пушкой сразу от двух угроз. Но все равно – шах. Пушка перекрывается. И конь продолжает свой дриблинг. Теперь пушка как бы вынуждена сторожить локтевого коня и закрывать своего короля от шаха. Советник по центральной линии связан взглядом короля красных. То есть у черных практически нет выбора приемлемых ходов. Конь связывает пушку, но основная цель другая. Это перейти по другому маршруту на правый фланг. И теперь выясняется, что от мата нет никакой защиты. Красные выигрывают. Следующая композиция называется «Рев грома в восьми пустынях». Она посвящена такому тактическому механизму, как мельница. Вы его знаете из классических европейских шахмат. Мельницу там обычно ставят ладья и слон. В сянцы возможны несколько типов мельницы. В том числе и суицидальная. Пересмотрите седьмой урок, если хотите о ней вспомнить. Сегодня же мы рассмотрим два типа мельницы. Сначала пушечно-слоновую. Композиция действительно очень сложная. Красные жертвуют обе ладьи. Первый ход. Шах. Как видите, ладью брать нельзя. Из-за мата. Поэтому черные уклоняются. Шах. Черные снова уходят вниз. И теперь идет просто феерия жертв. Шах ладьей. Потрясающе. Слон забирает ладью. Теперь шах пушкой, которая отходит глубоко в тыл на свой горловой ряд. Теперь гибнет вторая ладья, потому что она под воем пушки. Посмотрите, насколько красные отстают по материалу. Черных две лишних ладьи. И конь. Но здесь срабатывает тактический механизм. Шах. Единственная возможность это убрать экран в виде черного слона, чтобы от этого шаха закрыться. И теперь срабатывает пушечно-слоновая мельница. Шах. Слон образует экран. Единственный ход. Забираем левую ладью. Снова закрытый шах. Забираем правую ладью. Теперь мельница перемалывает последнюю фигуру на своем пути. Черного коня. Позиция безнадежна. Две пешки легко справляются с королем черных. И теперь от мата красной пешкой нет защиты. Черные проигрывают. Следующая задача, демонстрирующая пушечно-коневую мельницу, просто невероятно. Посмотрите на нее. Это мат в сорок восемь ходов. Да, и мы его сейчас рассмотрим. Первый ход. Шах. Подготовка к мельнице. Жертва ладьи. Шах. Единственный ход. Принять жертву. И тогда шах пушкой. Единственный ход. Убрать экран. Шах конем. Посмотрите, какую работу выполнит этот конь в данной композиции. Просто невероятно. Черные закрываются. Получают вскрытый шах. Черные никак не могут уйти из жерновов этой мельницы. Конь пришел на ключевое поле, и теперь он перемалывает пешки, для того, чтобы расчистить дорогу самому себе. Вначале красный конь помогает себе. Шах. Теперь красному коню гораздо свободнее действовать, и он начинает действовать. И он начинает помогать другим фигурам. Просто удивительно. Красный конь последовательно распотует собственного левого коня, расчистит дорогу для взгляда короля, и, наконец, освободит собственную пушку. Посмотрим, как это происходит. Следующая цель, мешающая левому коню, черная фигура, советник. Шах. Красные играют на чередовании открытого и закрытого шаха. Конь помогает своему левому собрату, разблокирует его, потому что сила левого коня необходима красным в атаке. Следующая цель, пешка черных по реберной линии. Она мешает красному королю работать в атаке. Пешка уничтожена, теперь распотован и король красных для атакующих действий. Следующими целями являются фигуры черных по горловому ряду, для того, чтобы обеспечить свободу маневра собственной пушки в финальной матовой комбинации. Итак, пешка черных уничтожена. Теперь красная пушка сможет переместиться на центральную линию в нужное время, в нужной позиции. Серия шахов продолжается. Теперь красный конь выполняет очередную миссию. Эта фигура поистине дьявольски работоспособна. Итак, левый конь подключается к атаке. Иначе черных не заматовать. Посмотрите. Отход короля в бок приводил к быстрому мату. Шах. И два коня мотают черного короля. Поэтому единственный ход перекрыться черной пушкой. Шах. Теперь посмотрите. Второй конь включается в изначальную мельницу. И теперь следует прекрасное завершение жизни красного коня. На тридцать девятом ходу, сделав огромную работу, освободив все свои фигуры, он приносит себя в жертву для того, чтобы обеспечить победу. Действительно, как данка, который нес горящее сердце. Миссия коня закончена. Своей жертвой он подключает к атаке красную пешку. Таким образом, он осчастливил целых четыре фигуры. Подключил к атаке коня, короля пушку и теперь пешку. Двойной шах. И теперь король вынужден уйти с реберной линии. И посмотрите. Недаром красный конь расчищал горловой ряд. Теперь у пушки появляется вот такой вот шах. На пустой доске это был бы мат, но у черных есть закрывающий ход. Черные увеличивают экран и предотвращают шах пушкой. Двойной шах. Соответственно, единственный ход, потому что четвертую реберную линию черных держит красный король своим взглядом. Опять же, благодаря коню, который расчистил эту линию. Шах пешкой. Теперь последняя пешка подключается к атаке. И, наконец, эта огромная длительная композиция подошла к финалу. Шах и мат. Просто прекрасный механизм. Теперь рассмотрим следующую позицию, где красные побеждают при помощи фола. Как мы видим, левый фланг черных полностью скован красной пушкой. Остается разобраться на противоположном фланге. Что делают красные? Перекрывают ладью черных. Конечно, взять слона нельзя. Потому что следует шах. И черные оказываются полностью запотованы. Двойная связка пушками с двух сторон. Поэтому черные вынуждены держать ладью по донному ряду. И так черные совсем зажаты. У них остается единственный ход. Казалось бы, красные не имеют пути к победе. Да, стоит связка, но и что с того? Как прогнать ладью с донного ряда? А вот как. Блестящий тихий ход. Единственный ход ладьей. И ход пушкой. Единственный ход ладьей. И ход пушкой. Единственный ход ладьей. И ход пушкой. Я думаю, вы знаете. А если нет, то я расскажу, что и по китайским, и по азиатским. Они же всемирные правила санцы. Нельзя преследовать незащищенную фигуру больше определенного количества раз. Допустимо только троекратное повторение. Четырехкратного быть не может. Вот это фол. Право преследования имеют только пешка и король. Поэтому здесь черные вынуждены изменить ход, чтобы не фолить. Они бьют слона красных. И освобождают донный ряд. Теперь все просто. Черные запотованы. Для вас я могу показать еще пару ходов. Все. Победа. Патом. И следующая не менее блестящая композиция. Она не имеет названия. Но посмотрите. Две пушки расправляются с целой армией черных. При этом делают это не в несколько ходов. Это задача в 16 ходов. И первый ход достаточно тяжелый для решения. Это промежуточный шаг. Как видите, король черных расположен крайне неудачно. Он стеснен. Поэтому единственный ход перекрытся ладьей. Как в бильярде. Красные расставили шары по местам. И теперь играют рикошетом. Я думаю, если первая задача была очень похожа на футбол, то эта задача похожа на бильярд. Итак. Шаг. Это же единственный ход убирать экран. Убирать черную пушку. Угроза мата. Пушечным тандемом. Что могут сделать черные? Только перекрывать красные пушки. Сначала промежуточный шаг. Король поднимается на крышу. Этим черные отсрочили свою гибель на один ход. И только теперь перекрывают красную пушку. Но вот он. Бильярдный рикошет. Взятие коня. И снова угрожает мат пушечным тандемом. Перекрытие. Еще один шар загоняется в лузу. И снова угроза пушечного тандема. Перекрытие. Еще один рикошет. Перекрытие. Смотрите. Угроза мата. Перекрытие. Еще один шар в лузе. Перекрытие. Угроза мата. Перекрытие. Еще один шар сбит. Перекрытие. И теперь посмотрите. Ладья поставлена на нужное поле и тоже закатывается в лузу. Красная пушка берет ладью с шахом. Король уходит на крышу, но это не спасает. Угроза мата. Перекрытие. Последний бильярдный шар в лузе. Угроза мата. Перекрыться уже не представляется возможным. Так как черная пушка тогда образует экран собственному королю. Это нелегальный ход. Поэтому черная пушка пробует перекрыть красную пушку где-то посередине. Но нижняя пушка подымается. Никакой защиты от мата нет. Любой ход. И мы ставим мат. Какая зрелищная композиция. Надеюсь, вам понравился этот урок и разобранные позиции. До свидания.